Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Георгиев, это видеоблог Георгиев Тревор. В этом видео я хочу дать свой прогноз о том, что будет с туризмом в 2020 и 2021 году. Всю эту историю, весь мой прогноз я хочу разделить на несколько блоков. Я хочу поднять те проблемы, которые были, которыми столкнулись туристы, турагенции, туроператоры и вообще весь мир. Попробовать предсказать какое-то решение, которое я вижу вообще общее, глобальное. Потом я хочу затронуть тему турагенций, туроператоров и, конечно же, туристов. На что им будет сделать нужно в будущем упор, на что сделать акцент и так далее. Как вообще действовать в будущем, чтобы избежать всевозможных каких-то проблем, да, и чтобы ваше путешествие всегда совпало с реальностью, с вашими мыслями, что вы хотели от него получить. Поехали смотреть это видео! Ну а вы, дорогие друзья, оставляйте свои комментарии, с чем вы будете согласны, с чем нет. И со временем, я думаю, комментарии накопятся, и мы поймем, что из этого сбылось, а что нет. Поехали! Итак, друзья, с какими сложностями столкнулся рынок, рынок туризма вообще вот в эту ситуацию с вирусом? Я считаю, что самой главной проблемой было это плохое информирование всех туристов, которые находятся за рубежом. Был хаос, было непонимание, была неразбериха, что делать туристам, которые находятся на отдыхе, если их сняли рейс там. Это международные компании или чартеры. Это была плохая информатизация, это все. Потому что эта цепочка с туроператором выстроена через турагентство, да, турагентство должны были информировать, туроператоры это делали все не вовремя, с запозданием. В общем, было куча проблем. Вторая, наверное, глобальная проблема, это с туристами, связанная с тем, кто планировал вылетать, да, но так и не вылетел. И, соответственно, в тот момент, когда это все случилось, а мы не понаслышке это знаем, мы самые первые попали в эту историю, потому что мы работали с Китаем, да, и еще с 25 января мы столкнулись с этими проблемами. Не было никакой информации от туроператора достаточно долгое продолжительное время. Это не один, не два дня, это недели было просто информационный вакуум, да, что делать с туристами, что им говорить там и так далее. Я считаю, что это была большая проблема. То есть на все эти возможные случаи, в принципе, всегда можно разработать какой-то алгоритм действий. И если даже его не было, можно было хотя бы первоначально какое-то алгоритм действий придумать, да, но этого сделано не было. И вся эта информация очень была запоздала, и турагентствам приходилось придумывать что-то, приделывать, да, напрягать туроператоров, выбивать ответы, которых таковых-то и не было, да. То есть приходилось, как говорится, немножко компосировать мозги туристам, но не по нашей вине, а по вине отсутствия информации от нашего старшего партнера, туроператора. Понятно, что с этой ситуацией никто не сталкивался ранее, не знали, как действовать, но тем не менее, вот эта глобальная информатизация всех туристов, которые находятся за границей, она все-таки случилась. И вот эти все сложности, они, конечно, должны в будущем быть решены. Какие еще сложности были в этой ситуации? То есть сложности были и для турагентов, соответственно, и для туристов. Я, наверное, здесь больше их выделяю, потому что это те две стороны, которые непосредственно работают напрямую с туристами, да, то есть они, как бы, в большей степени завязаны в этой истории, и в большей степени от них ждут ответов, да. Туроператор, это, как грубо говоря, завод-производитель услуг туристических, они немножко в стороне, да, и все проблемы они скинули на розницу, то есть на турагентов, да. А турагенты уже, соответственно, работают непосредственно с туристами, и туристам должны что-то объяснять. В связи с этим, помимо информационного вакуума, да, мы получили проблему финансового характера, потому что многие люди захотели сразу же отменить свои туры и получить назад деньги. В связи с этим, естественно, это было невозможно в первые дни сделать, да, и у многих туроператоров до сих пор невозможно это сделать, потому что они не хотят, видимо, потерять деньги и сохранить стабильность компании. О чем я не раз пытался высказывать в социальных сетях, да, и пытался звонить, донести информацию, доносил информацию в письмах, в телефонных разговорах туроператорам, что скажите как есть, поставьте ситуацию открытой, да, то есть действуйте открытой, и все будет в порядке, да. Когда вы делитесь закрыто, и турагентов ни о чем не предупреждаете, не говорите, не рассказываете, мы, соответственно, тоже не можем ничего передавать. И каждый турагент, в свою очередь, передавал информацию, ну, по-своему, да, один говорил, что ждите, другой говорил, что давайте, там, бегите скорее, пишите заявление на туроператора, третий, там, к суду их готовы, четвертый вообще сел в панике, не зная, что делать. В общем, все это, конечно, это, ну, большие сложности, которые создались в этой цепочке всего бизнеса. Конечно, я думаю, сейчас вы скажете, зачем вообще турагентства, туроператоры, но об этом я обязательно сейчас дойду, у нас будет такой блог, я об этом все детально расскажу, в чем там смысл, преимущества и так далее. Так вот, дорогие друзья, все эти проблемы, резюмирую, я привожу к одному большому решению, как я его вижу. Конечно, их может быть несколько, но я вижу решение именно такое. Смотрите прямо сейчас. В этом решении, что я хочу главным образом поменять и предложить для рынка. Во-первых, я хотел бы, в первую очередь, гаранта для своих туристов, чтобы они не переживали за то, что их тур состоится, не состоится, как эти решать проблемы, которые вдруг возникнут, даже в обычное спокойное время. То есть, все это, так или иначе, нужно решать оперативно, просто, понятно, без всяких каких-то других дополнительных эмоций. Это раз. Вторая история, я бы хотел, чтобы мы, турагентства, были защищены в своих тоже правах и так далее, потому что мы делаем огромный пласт работы по привлечению туристов, по консультации туристов, по заключению договоров, транзакций и отправляем деньги туроператору. Но в данной ситуации все показалось, опять же, таким образом, что и мы отвечаем в том числе за эти услуги и должны по ним вернуть деньги, хотя мы их полностью выполнили и работаем по агентскому договору. А оказание услуг непосредственно делает туристический оператор. Но, ладно, это мы упустим. В общем, какое решение я вижу? Я вижу, что в будущем можно было бы создать такого большого-большого консолидатора. Например, вот сейчас на базе Сбербанка я бы, ну, в первую очередь, наверное, рассматривал опыт, потому что большой, скажем, такой финансовый институт, в котором есть все возможности и люди, и разработчики, и IT-технологии, и решения по информированию людей. Например, да, пусть это будет вот такая большая история, я не имею в виду, что это именно должен быть Сбербанк, но я сейчас другого консолидатора не вижу. На его базе должны быть созданы вот такие системы, как туроператор, например, входит в эту систему, в которой предлагает свои пакеты, свои, соответственно, решения, свои, соответственно, все финансовые обязательства. Банк со своей стороны все, естественно, проверяет, видит должным образом, что у него оформлены документы и так или иначе подключает его вот к этой системе в этом блоке. Соответственно, что мы здесь сразу выиграем? Мы сразу понимаем стабильность туроператора, стабильность компании, знаем всю эту информацию так или иначе. И банк выступает в том числе, например, и кредитором, и имея расчетные счета в этом банке, да, он выступает неким гарантом за финансовые обязательства туроператора перед там другими своими поставщиками. То есть, в общем, это может быть и авиакомпании, и отели там и так далее. В общем, за все это, в общем, все становится прозрачно со стороны туроператора. Соответственно, следующий блок это, естественно, турагенты. Турагенты в эту систему должны войти по примерно такому же, да, то есть у них должны, должен быть обязательно пройти комплайнс, то есть проверку какую-то, да, то есть они должны зарегистрироваться в этой системе, получать, соответственно, свои личные кабинеты, в которых могут рассказывать, делиться той информацией. Во-первых, это решит кучу проблем, связанных с выходом в онлайн многих турагентов, да, то есть будет куча информации о них, они ее могут накапливать здесь, они могут иметь рейтинги. То есть, из каждого человека, вот сейчас мы переходим уже к туристу, в чем это будет плюс для него, то есть каждый человек может зайти на эту площадку, на этот ресурс, или, это ничего не меняет, он может быть оффлайн агентством, но он может зайти и проверить на этой площадке этого турагента. Повыбирать, посмотреть, то есть какой турагент сильнее, слабее, в чем у него преимущество там и так далее. И зайдя на эту площадку, он спокойно может выбрать для себя то турагентство, которое ему больше импонирует, которое ему больше подходит, больше нравится, да. И если ему уже хочется дойти ногами, он спокойно может выбрать такую точку у себя в городе, если она, конечно, будет существовать по этим критериям. Вот, если нет, то он спокойно на этой площадке может приобрести свой турпакет в виде цены, и при этом он не рискует, он понимает, что за этим всем стоит глобальный консолидатор, который гарантирует, так или иначе, сохранность его денежных средств. Тем самым мы упрощаем рынок, мы, соответственно, увеличиваем, наверное, даже долю более выгодных туров, потому что вот эти затраты на офисы других турагентов и все другие заморочки, они просто уйдут как бы в прошлое. И тем самым мы улучшаем качество услуг. Вот я это вижу вот так, и какие бы дополнительные меры я бы принял. Я бы в первую очередь, вот после всего этого вируса кризиса, я бы на уровне государства сделал бы историю по антидемпинговым мерам в сфере туризма, чтобы запрещено было демпинговать, и в случае демпинга сразу же бы исключался из реста, там, турагент или туроператор, неважно, да. То есть здесь все очень просто бы работало. Если эта площадка является консолидатором, она является продавцом, то есть мы видим цену предложения, мы видим цену транзакции, да. На этих условиях мы можем увидеть, есть демпинг или нет. Что в свою очередь даст это вообще, опять же, рынку, турагентам и всем остальным? Мы получим кучу качественных предложений. Мы будем видеть, что турагенты будут стараться и брать именно не ценой, а как многие на самом деле на рынке, даже очень крупные сети, только на это делали акцент. Мы увидим очень много экспертов. Они просто повылазят как гривы, потому что они существуют. И я считаю, эти люди достойны этих своих денег заработанных, потому что они очень-очень много вкладывают своих ресурсов, свои знания. Они ездят по разным странам, они собирают информацию по каждому кусочечку для того, чтобы передать ее своим людям. Но вот, к сожалению, рынок, который сейчас существовал, он был очень демпинговый и многие турагенты на этом теряли, то есть они с душой открывались своим туристам. Это, конечно, не везде, но такое было и многие турагенты, кто меня сейчас смотрит, они подтвердят. То есть они приходят, например, турист к какому-то турагенту, который знающий, с опытом все объездил, да, и предлагают ему уже какой-то вариант, да. Естественно, там, где он был, то, что он разбирается, целенаправленный и так далее. Турист не каждый такой, здесь за каждым тоже не скажу, так что, дорогие туристы, не обижайтесь, но такое в практике есть и очень часто. Берет это предложение, идет другое турагентство и говорит, вот, мне предложили это, дайте мне это дешевле. И там вплоть до 500 рублей, даже если скидка, человек идет и покупает туда, тем самым обесценивая полностью работу, вложение того турагента в свои знания и так далее. И это не очень правильная ситуация. Я понимаю, что каждый хочет выбирать своим рублем, где ему дешевле, выгоднее, но это не очень корректно по отношению к турагентам, потому что они и так не зарабатывают миллионы, да, это все уже знают, понимают. Но при этом, как бы, вы демотивируете этих турагентов, да, и они становятся многие как раз на оппозицию, там, ценообразование, все остальное, и начинают относиться более хуже к своим туристам. Это нормально, как бы, я уже не раз-то замечал. И поэтому, если вы сейчас заметите, если вы начнете звонить в офлайн турагентство, многие, возможно, кто звонили, их первая задача вытащить вас в офис к себе, да, а не, скажем, предложить вам сразу. Почему? Это все поэтому, потому что они не хотят бесплатно наконсультироваться, и потом вы уйдете в другое агентство. Вот такой принцип работы у нас у турагентств. В моем же случае немножко все по-другому, но об этом я расскажу сейчас в следующем блоке. А теперь давайте поговорим о блоке туристов. Фу, друзья, на самом деле здесь очень-очень жарко, извиняюсь, да, но иначе бы это было бы просто такое постановочное видео, но реально. Здесь очень большая жара, сейчас я нахожусь на Шри-Ланке. Кто смотрит мои выпуски, вы понимаете, что мы здесь застряли уже более чем на месяц. И я вот глядя на весь контент в интернете, я понял, что мой прогноз будет интересен вам, и вы посмотрите его, и, возможно, со временем будет кто-то применять его. А, говорит, так и было, или наоборот, Павел, такого не случилось. Итак, давайте перейдем к блоку туристы. Что хотел бы в этом блоке я рассказать? Ну, во-первых, сейчас, когда будет рынок восстанавливаться, он будет пытаться восстановиться так же, как он был, да, в том же самом абсолютном формате и в таких же самых условиях. И в этом случае я в первую очередь бы туристам дал бы вот такие ценные советы. Перед тем, как покупать тур, обязательно проверяйте, кто у вас туристический оператор. То есть, что он из себя представляет, какая у него была история, как он справлялся в ситуации с вирусом. Это обязательные моменты, потому что, я думаю, ситуация может повторяться там и так далее, да, и чтобы вы были полностью предупреждены и понимали, с кем вы все-таки сотрудничаете. Потому что турагента задача, конечно, в первую очередь вас проконсультировать, оформить вам тур, но туроператор уже исполнит вам услуги. Я думаю, вы это уже теперь сейчас все понимаете. Сейчас также придется и заглядывать, наверное, больше документы, проверять именно, что за оператор вот это говорил, да, потому что ранее даже наши туристы, мы знаем, в такой документ, как у нас есть финансовые гарантии, никто не заглядывал. И, соответственно, никто даже не смотрел, что это за туроператор, никто не особо не проверял реестровые номера. Это было, ну, единицы людей, абсолютно единицы, которые могли это посмотреть, проверить и сделать для себя какие-то выводы. На сегодняшний момент я думаю, что в будущем появится какой-то отзывик, ну, или, возможно, на базе каких-то текущих отзывиков появится информация про туроператоров, какая-то более достоверная, понятная и так далее. Хотя, вы знаете, на многих отзывиках я уже не раз замечал, многие туроператоры чистят за собой информацию так или иначе, и негативных отзывов не остается. А некоторые туроператоры вообще не заботятся об этих отзывиках, и там просто есть шквал негатива, причем и по делу, и без дела. Поэтому я думаю, все-таки должен какой-то появиться адекватный ресурс, где реально можно было посмотреть, посмотреть туроператора, посмотреть его опыт, чтобы опыт был не только со стороны, вот мы есть в реестре, вот у нас есть там обязательства в фонде, и, например, у нас там тысяча лет опыта. То есть, ну, вот эта информация, мне кажется, на сегодняшний момент, она не самая актуальная. Оператор даже с большим опытом абсолютно не гарантирует в текущей ситуации лучшего качества или стабильности. Это, ну, на самом деле, такая фейковая, надуманная мысль. И я вот лично никогда не придерживался того мнения, что если компания существует долго, то это гарант чего-то. Например, у врача бы я согласился, да, человек-врач, у него есть опыт, он провел там столько-то операций, да, для этого имеет смысл. У туроператора, например, другого бизнеса не всегда это имеет глобальный опыт, потому что бывает методология и способы продвижения, способы работы бывают очень по старинке, да. Наш весь турбизнес, он из 90-х, и ничего из этого за столько-20-30 лет, ничего абсолютно не поменялось, и сейчас я уверен, что ждут большие перемены. И поэтому, дорогим туристам придется на первом этапе все-таки перепроверять информацию. Что за туроператор, какое направление, кто, что, где, какая принимающая компания, на каких бортах он летит. То есть, ну, по максимуму быть вооруженным, да, некий такой чек-лист, я постараюсь сейчас его в комментариях оставить, на что обратить внимание. Я все-таки считаю первым, это надо, конечно же, к турагенту посмотреть, с кем вы работаете, да, ну, естественно, на турагентах на самом деле меньше шансов как-то оплошаться, потому что турагент, он является таким агентом, да, ключевым звеном, который, в принципе, надо обратить внимание у него не на, наверное, больше финансовый вопрос, а на вопрос знаний в его голове, насколько он разбирается в направлении, насколько он чувствует вот эту всю индустрию, насколько он чувствует вот эту территорию, куда он вас отправляет, отели, места, то есть и так далее. Если вы чувствуете, что он в этом не разбирается, я бы сразу попросил бы этого человека сказать, в чем он разбирается и предложить вам именно то, что, по его мнению, он знает лучше всего. Если же он не отвечает ни на ваш, ни на один вопрос, я бы на вашем месте долго бы даже не задумывался, извиняюсь, и отправился бы в другое турагентство и искал бы вот именно того агента, который разбирается в том или ином направлении, особенно которое хотите посетить вы. Я думаю, это, безусловно, главный критерий выбора тура, и мы еще продолжим тему, нужны ли турагенты или нет, но я считаю, они так или иначе все равно нужны, и экспертиза на рынке это самый важный блок в туризме. На что бы еще обратил внимание? Естественно, документы оборот, проверяйте договор, читайте его, то есть как он составлен. У всех турагентов уже практически договоры не самостоятельно придуманы, они созданы по инициативе Министерства туризма и, соответственно, составлены именно юристами из Министерства туризма. У нас вот, собственно, такой же договор и все документы, прилагающие к нему. Вот, опять же, смотрите на того туроператора, с кем вы заключаете договор по итогу, да, что это за оператор, его юридическое лицо. Посмотрите в интернете, я не вижу смысла на будущее сильно устраивать спешку, да, то есть всегда есть какое-то время, там, сутки на принятие решения ничего не поменяет, поэтому можно взять информацию, паузу, там, заключить договор и уже спокойно все проверить. Обратите внимание обязательно на ту страну, почитайте о ней отзывы, но если, говорю, ваш эксперт, турагент, вам очень хорошо рассказал, и он реально был, наверное, стоит ему довериться. Но если вы, опять же, все-таки попали в историю, где вам ничего толком не объяснили, все-таки перепроверьте информацию про отели, почитайте отзывы. Я всем своим туристам рекомендую отзывы читать не на Top Hotels, потому что там пишут все подряд, кому угодно и кому не лень, а читать их на букинге, потому что, как правило, букинг – это более достоверная информация, люди там жили, и оценка выставляется не из критерия эмоций, да, а из критерий, там, местоположение, сервис, чистота и так далее. Это все объединяет в общую оценку. Поэтому я считаю, что нужно такие отзывы читать на более профессиональных ресурсах, а с более каким-то, ну, четкой и ясной информацией. Наверное, такие критерии. Опять же, посмотрите обязательно условия договора «расторжение», потому что сейчас это тоже, наверное, актуальный момент, на что люди сейчас делают акцент. То есть, как можно расторгнуть договор. В принципе, у туроператоров эти условия всегда одинаковые, в основном. То есть, за определенное количество дней вы можете отказаться с более простыми какими-то условиями, чем ближе к дате вылета, всегда есть какие-то большие сложности. Поэтому обязательно обращайте на это внимание, чтобы не получилось так, что сегодня вы купили, завтра прочитали, нашли какие-то изъяны в заявке, в договоре, возможно, даже, наверное, в размещении решили все переначать, и чтобы вам не было, как говорится, мучительно больно эти проблемы решать. Поэтому, наверное, это вот такие основные критерии, которые я хотел бы посоветовать. И здесь же хочу сразу вас перевести на тот блок, который я перед этим говорил. Если бы был вот тот глобальный консолидатор, который бы выступал в роли связующего звезда между туристом, туроператором и также турагентом, то было бы супер, и эти все проблемы бы решались мгновением ока в каком-то чате, телеграмм или ватсап, неважно, по большой горячей линии. И это все было бы заранее показано, предсказано, отправлено бы почтой и так далее. Потому что на сегодняшний момент далеко не у всех турагентов, а вам с ними работать так или иначе и в будущем тоже, нет вот этих систем оповещения, информатирования. Кто-то работает по стариночке, чуть ли не в тетрадочку все записывает, в Excel, Word и так далее. Поэтому мое мнение для туристов вот такое. Друзья, ну и конечно, как я обещал, блок о том, выгодно ли работать с туроператором или турагентом, мы сейчас с вами разберем. Сразу извиняюсь за свой внешний вид, когда я был весь мокрый, потому что в такую жару никак невозможно предостеречься и не вспотеть, на улице плюс 35 на солнце, поэтому дико извиняюсь, но я думаю, на качество видео и качество контента это никак не повлияло. Итак, дорогие друзья, давайте разберем именно тот блок, про который я говорил в самом начале, о том, зачем нужны туроператоры, турагенты, может бросить все и самому путешествовать. Давайте я на этот вопрос легко и просто отвечу. Смотрите, наверное, разделим всех туристов на два типа. Первое, это очень такие профессиональные путешественники, которые очень часто путешествуют, знают все, разбираются во всем, уже сами собаку на ТСП съели. И вторая категория людей, которые очень редко путешествуют, ну раз в год, а может быть и того реже. Во-первых, зависит все, в первую очередь, конечно, от опыта, потому что и турагенты работают именно для того, чтобы делиться своим опытом в первую очередь, а не оформлять туры. То есть, в первую очередь, это опыт ваш. Потому что самостоятельные путешествия практически в любую страну, в которую вы не отправитесь, будут подразумевать дополнительные расходы к тем запланированным расходам, которые вы на данный момент запланировали. Это реальный факт, потому что есть разные нюансы, разные моменты, где-то вы забронировали, но учли налоги по размещению, где-то вы не учли багаж, где-то еще что-то, где-то времени могло стыковаться верное. Где-то вы можете пролететь с тем, что разница во времени самолетов очень маленькая была, и при, соответственно, перелете вы остались без следующего перелета, и за него придется доплатить. В общем, есть много-много разных нюансов, и это, конечно, знают те люди, которые очень часто путешествуют, уже с этим столкнулись, пережили, и, соответственно, в свою очередь могут пользоваться своим опытом. Вот, соответственно, что можно сказать о направлениях мейнстрим, то есть направлениях, которые очень популярны, особенно на чартерах. Эти направления никогда в 90% случаев не бывают дешевле при самостоятельной поездке. Та же самая Турция на своем малоинклюзии, те же самые направления там по Хайнаню, те же самые направления, да, мы по Таиланду и по Вьетнаму. В 90% случаев эта цена выгоднее лететь чартером, соответственно, с туристическим оператором. Это сделано специально и намеренно, чтобы, с одной стороны, все люди приходили к туроператорам, с другой стороны, это сделано для того, чтобы люди реально могли сэкономить и все-таки полететь, а не оставаться дома. Поэтому здесь вот эта история, она на самом деле не имеет, на самом деле, пока почвы под ногами, что действительно можно самому и нафиг все они нужны. Это редкое-редкое исключение. Наверное, в основном это получается по Таиланду, вот там часто бывают, да, нормальные цены на рейсах, иногда бывают, да, и они сопоставимы с чартерными рейсами. В основной своей массе, как в Хайнанде, рейсы субсидировало китайское правительство, они были дешевле и самостоятельно было просто нереально за эти деньги поехать, исключением, если вы на этот рейс купили бы чартер, но по факту это выходило все равно дороже, если вы покупали сразу с размещением. Это факт уже неоспоримый, я ни одному туристу это показывал. И, соответственно, по тем направлениям, которые далекие, конечно же, вы можете только самостоятельно ездить, да, и там, конечно же, туроператор ни при чем. Здесь, да, в этом плане имеет смысл делать самостоятельные поездки. Еще отмечу, по самостоятельным поездкам они имеют смысл в Европу, потому что Европа, как таковая вся на регулярном сообщении, и покупать турпакет, где нет, а его там нет чартера, это, конечно, как правило, бессмысленно. Опять же, единственное исключение, это купить опыт своего турагента, туроператора, чтобы вы не заморачивались, сели, приехали, вас встретили, довезли. Если вы самостоятельно не хотите делать себе такой набор, то это, конечно, имеет смысл. Плюс дополнительные визы могут заняться за вас, сделать и так далее. То есть здесь вы, скажем, платите за сервисы и, в общем-то, спокойно путешествуете. Но еще раз хочу подчеркнуть, смысла здесь как такового глобального нет. Если мы начнем собирать в общей массе вот эти направления постоянные, которые летают туристы, получится, что это либо равно, либо выгоднее покупать все-таки у турагента через туроператор. Поэтому вот этот миф хочу сразу развеять. И я, кстати, видел многие блоги и видеоблогеров, которые говорят, мы поехали тут своим ходом, да вот мы такие, мы все умеем, да. Но при этом куча фактов говорит о том, что это было не так, да. Например, самолет, который чартерный, да, допустим, или это какие-то отели, или какие-то нюансы, да. То есть я много видео тоже смотрю там своих коллег, скажем бы, по Ютубу, да. И я вижу, что в некоторых случаях действительно люди летят на чартере, но выдаешь, что они летят типа сами самостоятельно и все остальное. И здесь хочу, наверное, напоследок подсказать такой лайфхак, да. Если вы все-таки хотите быть не привязанным к туроператорам, никому, никто вас там абсолютно не обязывает быть привязанным к кому-то. Здесь можно поступить просто очень часто, очень часто. И мы используем именно это. Бывает так, что когда вы покупаете самый дешевый турпакет, это бывает выгоднее, чем покупать самостоятельный перелет там и отели. Покупаешь самостоятельно самый дешевый турпакет, отправляешься в путешествие и самостоятельно путешествуешь в стране без каких-либо проблем. Вот такой лайфхак. Действительно, это бывает частенько, там, брать какую-то фортуну или самое дешевое размещение. Если хочется не зависеть, то вот, пожалуйста, есть такой вариант. Ну а так, в общем, смотрите, будем следить за динамикой цен. Я, как говорил, в этом видео, это мой прогноз. Я думаю, возможно, очень много изменится, будет много динамических пакетирований, когда регулярные рейсы будут вставать на какие-то, соответственно, направления, возможно. Там, возможно, будет битвой ценой. Возможно. Но, опять же, любой авиакомпании выгодно сразу запланированный, скажем, куш денег, чем начинать самостоятельно набирать на рейсы своих туристов. Поэтому, скорее всего, история начнет повторяться с туроператорами, которые будут бронировать, фрактовать, в общем, самолеты и пытаться их загрузить. Но я думаю, эта история потихоньку перерастет именно в историю нормального динамического пакетирования. И тогда уже цены могут сравняться и с туроператором, и с регулярными рейсами. Так что вот такой ответ хотел вам дать на этот вопрос. Кто думает о том, что нет, мне больше никто не нужен, я буду путешествовать самостоятельно. Ну что, смотрим дальше. Ну что, друзья, давайте переходим к блоку турагенты. И вам, дорогие туристы, я уверен, будет тоже интересно это послушать, потому что здесь есть немало полезной информации, которая понадобится при выборе турагентства, при выборе направления именно вам. Поехали! Ну что, дорогие друзья, давайте перейдем к работе с турагентствами. Давайте я вот этот блок расскажу для турагентов, как я вообще вижу все. Как я думаю, потому что я сам являюсь турагентом. Турагентом уже достаточно большим опытом, я считаю. Мой профиль работы, он в основном в онлайне, то есть я проработал большое время в онлайне и работал со всей страной, и с Россией, и с Казахстаном, и с Америкой, и с Германией, то есть с Австралией. То есть у нас разные туристы были, соответственно, есть у нас опыт и есть чем поделиться. Во-первых, бы я посоветовал всем турагентам переходить из политики ценообразовательной, да, и маркетинговой в историю экспертизы направлений, в историю экспертизы различных развлечений там и так далее. Что я под этим подразумеваю? Например, есть, грубо говоря, такой мейнстрим, то есть для всех все общее, да, то есть человек заходит, как говорится, в одно окно, и вы предлагаете кучу-кучу-кучу разных вариантов, да, тем самым вы гордитесь, что вы мультибрендовое агентство. А есть узкие сегменты, ну, например, вы занимаетесь какой-то определенной страной, вот, например, мы занимаемся Хайнанем, да. Осталось наше основное направление, сейчас мы на Шри-Ланке, и мы его тоже будем там развивать, да, но мы не будем много нахватывать, да, для себя. Мы будем более целевыми, и что и вам советую. Или другая история, вот наш блок большой, это семейные путешествия. Так как я многодетный папа, у меня много детей, для меня очень критически важно, это выбор направления, куда можно отправиться с детьми, особенно с маленькими детьми, в том числе для грудными детьми. Мы много получаем вопросов и комментариев, и положительных отзывов именно на ту тему, что мы советуем именно куда людям отправиться с детьми, потому что мы сами это прошли, сами, как говорится, проели, получили опыт, да, и после этого мы только советуем. И я считаю, для нас это очень, ну, важная история, для наших туристов тоже. Многие действительно это ценят, и именно благодаря нашим видео, нашему опыту, нашему опыту люди выбирают те или иные направления, те или иные отели. Вот, и еще куча таких вариантов есть, я не говорю, что надо сделать так, как сделали мы, да. Например, у меня есть замечательная знакомая компания, которая занимается дайвингом, то есть она занимается только турами на дайвинг, не просто дайвинг у них компания. Они ими отправляют своих туристов, где классные есть места для погружений. Разного уровня людей, у кого есть сертификат, нет сертификатов, да. Есть куча компаний, ну, я думаю, все это известные, да, это кто занимается свадебными историями. Еще есть куча блоков, например, которые не реализованы в России. Я сейчас просто рассказываю эту всю информацию. На самом деле у нас есть желание такое, сделать такую какую-то большую программу для своих турагентов, не просто какой-то курс там, да, как вот сейчас в интернете многие делают, а какую-то большую такую программу для турагентов, в котором хочется погрузиться в мир разнообразия направлений и в мир работы в онлайне. Потому что все-таки это важная история, потому что у вас сразу увеличивается круг ваших клиентов. Вы можете работать не только, например, со своим районом, городом, там, неважно, там, селом, возможно, да. А, возможно, вы скажете, у нас под это направление нет столько людей, у вас сразу открываются горизонты, у вас есть как минимум там вся страна, да, а, возможно, и весь мир. Вот, поэтому мы, ниже, кстати, можете пойти под видео, я оставлю там свой инстаграм закрытый для турагентов, в котором эта тема интересна. В ближайшем будущем мы будем поднимать эти темы, мы сделаем, возможно, какой-то бесплатный вебинар, на котором мы предложим некие такие образовательно-развивательные истории, практические, которые будут полезны вам. Это видео сейчас ни в коем случае не сводится именно к этому, да, это просто одна из ремарок, которую я хотел бы сказать. Вот, и, дорогие турагенты, есть еще куча других направлений. Например, можно заняться направлением для пенсионеров, да, для людей в возрасте, которые... Это особенный, огромный пласт людей. У нас людей, которым, грубо говоря, там, 50 плюс и выше достаточно много. И если многие турагенты думают, вот как в инстаграме, я всегда смеюсь, я хочу, а инстаграм показывает всяких девиц, да, полуголых, что они там везде путешествуют, там, такие все travel-travel, да, и вроде как бы подстегивают молодежь путешествия. Но, если вы зайдете в любой чартерный самолет и посмотрите на контингент туристов, вы увидите, что это как минимум семьи с детьми, это уже, наверное, в среднем там 30 плюс, и очень большой процент уже людей, скажем, старшего поколения, не, конечно, не хочу никого себе бить, не пенсионеров, но тем не менее людей там 45, 50, 55, 60, вот такого возраста людей. Вот они, эти люди, которые уже вырастили детей, уже, соответственно, имеют какие-то свои там жилье, дома, и они, соответственно, захотели попутешествовать, есть такая возможность, да, или они накопили на эту возможность, здесь уже сейчас не суть важна. Ну, это огромный пласт. И этим большой, большой аудиторией никто абсолютно не занимается, хотя им нужны специальные условия, они должны жить в каких-то определенных местах, которые, или, возможно, ближе к морю, или они едут за медициной там и так далее. Это огромная, огромная, на самом деле, работа, здесь их работы хватит ни одному турагенту. Вот, это, говорю, один из маленьких моментов. Есть куча других направлений, например, можно устраивать, ну, понятно, круизное направление, можно устраивать направление для студентов, да, можно устраивать там девичники, мальчишники, можно устраивать, например, туры для тех, кто любит природу. Например, есть в Америке, в других странах, скажем, более развитого туризма, направления такие, как путешествие за наблюдениями, за птицами, за животными, например, да. То есть есть путешествие чисто на самолетах, у человека, может быть, есть мечта полетать на разных-разных рейсах. У другого есть мечта автопутешествия. Это, кстати, большой пласт тем, особенно для России, Россия огромная, и сейчас рынок, возможно, будет не настолько открыт, но этот, тем не менее, ну, иностранный, тем не менее, это большой пласт. В общем, я сейчас вам накидываю идей, об этом все мы будем разговаривать на наших вебинарах, на наших программах, вот по, наверное, такому обучению я бы сказал, да, то есть чтобы границы турагентств расширились. Я почему-то сейчас вам еще, дорогие турагенты, говорю, я не раз ездил в командировки, в рабочие, да, вот инфотуры, и я разговаривал с турагентами, и в одни из моих первых командировок я у людей спрашивал, говорю, а вот какая у вас мечта, вот турагенты, которые там уже закостенелые по 10 лет там на рынке, вот, может быть, вы туроператором хотите стать? Не, ни в коем случае. А может быть, что-то, да, да все нормально. И вот это все нормально, мне кажется, сводится с одной стороны, наверное, к правильным вещам, что человек действует в определенном алгоритме, да, у него есть какой-то правильный, возможно, одинаковый результат. Но в случае вот в текущей ситуации так или иначе придется все менять, и, конечно, кто-то останется при старом, да, и будет зарабатывать, да, но, в общем, придется все менять, и надо быть динамически гибким таким человеком, я считаю, в туризме, потому что путешествие – это вообще гибкая история, очень гибкая. И я считаю, что здесь можно распределиться по разным направлениям. Я просто к тому, что не останавливать свой выбор на цене, потому что, как практика показала, да, понятно, люди всегда будут выбирать ценой, но, тем не менее, цена не самая важная. Не самая важная, но реально это не самый важный критерий. Поэтому вот такой совет, вот такая информация для турагентства. Я думаю, туристы сейчас, кто меня смотрит, думаю, эту информацию абсолютно поддержат и скажут, «Да, действительно, и вот это вы мы хотели, и вот это, поэтому нам бы хотелось это видеть». Поэтому, друзья, дорогие, заполняйте эти ниши, они абсолютно свободные, пустые, думайте, развивайтесь, и если нужна наша помощь, я всех зову, пожалуйста, скоро мы это все дело запустим. Друзья, ну давайте еще одну тему немаловажную поднимем в этом видео, она сейчас, я думаю, будет актуальна. То есть, когда же все-таки, когда же все-таки мы все полетим уже за границу отдыхать на моря, и все у нас будет хорошо, как раньше, как и прежде, и все мы этого хотим. Что вижу и думаю я? На сегодняшний момент понятно, что весь туризм встал, то есть, туризм не развивается, все самолеты в основном стоят на земле, кроме вывозных рейсов. И я думаю, что, я в своих прогнозах уже давал какую-то обратную связь, я говорил, что Китай откроется не раньше весны, точнее мая там и так далее, да, а возможно и это будет глубокая осень. Что касается Китая, да, потому что это мое там основное направление, я скажу так, что Китай уже открылся, в нем уже два месяца нет никаких случаев, но он, к сожалению, открылся только для внутреннего туризма. Поэтому мой прогноз частично совпал на эту тему и Хайнань уже работает. Когда откроется он для нас, я думаю, только тогда, когда мы все выздоровеем. А что я думаю все-таки по открытию границ? Я думаю, действительно, это зависит не только от той страны, какая ситуация там развивается, да, но и от той страны, в которой ситуация собирается развиваться и из которой выезжать собираются. Ну, например, если сейчас в Китае все закончилось, например, в России только началось, и, естественно, Китай не захочет видеть у себя этих туристов, да, в целях безопасности. Вот так касается каждой страны. Поэтому нам сначала нужно, чтобы в той стране, куда мы собираемся ехать, все закончилось, да, а потом закончилось у нас. И потом мы постепенно будем открывать границы. А опять же я вижу, что это открытие будет происходить, скорее всего, поэтапно, как у нас любят в России. И первый этап, это, наверное, будут все-таки предприниматели и бизнесмены. То есть, скорее всего, будут рейсы поставлены для бизнеса, чтобы его возобновить и продолжить. И, скорее всего, нужно будет обоснование этой поездки за границу, почему мы поехали. Ну, это я так думаю. Вот. А потом уже начнется массовый туризм. То есть, массовый туризм будет чуть позже. Что говорить вообще об открытии рынка, туризма, в целом на разные заграничные направления? Да, в принципе, наверное, и российские можно. Я думаю, это будет все-таки реально уже 2021 год. Я думаю, что лучше нацелиться на позже, чем на раньше и сидеть как на иголках. Если откроется вдруг раньше и произойдет реальное чудо, и мы быстрее всю эту историю с вирусом победим, ну, слава богу, хорошо, мы будем отдыхать, мы будем снова путешествовать. Но здесь надо не забывать еще другой момент. Реальные доходы населения, конечно, сократятся. И не каждый человек себе сможет позволить тур. Возможно, полетят только те, у которых туры не состоялись, и деньги остались от туроператоров. И эти деньги будут использованы на следующие туры. А другая категория людей, скорее всего, притормозит свои путешествия, возможно, до конца 2021 года и так далее. В общем, я считаю, что рынок туризма будет развиваться не вот как вот так вот все упало, да, по галочке В, резко в слезе летело. Я думаю, он все-таки будет опускаться, опустился до самого дня и потихонечку, потихонечку, потихонечку подниматься. Ну, или как считаете, шар дожался, а потом потихонечку будет расширяться. Я считаю, что это будет так и реально, реально мы начнем путешествовать только в следующем 2021 году. Поэтому, дорогие друзья, не обижайтесь, не расстраивайтесь, но если смотря на вещи, это факт. Сейчас еще приведу один пример, почему я так думаю. Вот смотрите, в Китае началась история с вирусом. Ну, будем, допустим, в начале года. То есть на сегодняшний момент уже пошло более трех месяцев, и они ее победили, эту всю историю, да, то есть у них есть какие-то единичные случаи, и при этом сейчас они не пускают никого, и идет следующее продолжительное время. То есть как минимум там 3-4 месяца мы свои границы не откроем. А, у нас еще пик и не пройден, да, в России на сегодняшний момент. Поэтому давайте смотреть реально на вещи, скорее всего, это уже сдвигается сразу автоматически на оси. Но в связи с тем, что я тоже, как-то в некоторых видео говорил об этом в прямых эфирах, что наши дорогие шашлычники, да, люди, которые относятся безответственно, меня не коснулось, и ладно, они удлинят этот период победы над вирусом очень сильно. Многие люди, к сожалению, в стране расценивают ситуацию так, что со мной не случилось, слава богу, у моих близких нет, значит, это неправда. Это где-то далеко, это не рядом со мной. Не очень правильная позиция, точнее, в корне неправильная позиция, надо заботиться друг о друге, и тогда мы это вместе победим быстрее. Так или иначе, вся эта ситуация все равно будет потихоньку развиваться, но главное, чтобы она не развивалась катастрофически. Поэтому, другие друзья, еще раз предоставаю соблюдать все меры, предосторожность, все меры, которые нам говорит правительство, поэтому соблюдайте их, и тогда наши путешествия начнутся уже очень скоро. Ну что, дорогие друзья, я ответил на многие вопросы, которые хотели, наверное, услышать вы. В большей степени, мне кажется, хотелось записать этот прогноз, поделиться с вами этой информацией, как я вижу, что будет происходить, как будет все развиваться со стороны туроператоров, как бы я хотел это видеть, турагентство и так далее. Я думаю, что мы увидим многие комментарии ниже под видео, как это было, происходило и так далее. Мне будет самому интересно посмотреть себя через год это видео, ну и думаю, вам. Еще раз про нас расскажу. Меня зовут Павел Георгиев, моя компания называется Георгиев Тревел. Я являюсь турагентом полноценным, со всеми документами, юридически правильно оформлено и так далее. Работаем мы уже достаточно давно на рынке. Профиль основной у нас семейные путешествия, онлайн и, соответственно, Китай, и сейчас уже Шри-Ланка. Ну и мы потихоньку будем развивать наше влияние на сферу туризма. Нам очень этого хочется. Плюс не забывайте смотреть наши видео, мы снимаем их специально для вас, для того, чтобы вам было интересно, чтобы у вас было больше понимания о той или иной стране, о той или иной ситуации. Поэтому подписывайтесь на мой канал, обязательно поделитесь это видео с друзьями. Я думаю, им тоже будет интересно посмотреть. И продолжайте смотреть наши выпуски. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Тревел. Увидимся!